я могу сказать что у нас в производстве нет этот данным уголовного дела вот поэтому какие-то комментарии дать не могу вот этот нас средством they've met данную укладен на порядку следствие управления поэтому ее со своим какие-то комментарии подробности столько могут представители следственного управления давать. Просто тут в силу каких-то обстоятельств или общественного резонанса, дело, сами, наверное, понимаете, что даже если преступление произошло на территории Волжского района, в силу обстоятельств на территории Волжского района стоит очень достаточно много и министерств, и то же самое правительство, но в силу, опять же, масштабности и значимости, какие-то дела расследуют Волжский следственное дело, какие-то дела расследуют непосредственно или городское следственное дело, или следственное управление. Вот данного дела у нас нет в производстве. Ну и тоже немножко могу сказать, что не совсем по адресу. Я могу сказать, что только сообщить информацию, какая мне известная, что на первоначальном этапе, насколько у меня есть информация, это дело было возбуждено сотрудниками полиции Волжского района, затем, в силу общественного резонанса, дело было передано в наше следственное управление, и сейчас оно находится в производстве нашего следственного управления. Дальнейших каких-то информаций, подробностей я, к сожалению, не обладаю и пояснить не могу. Вот, 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 1 декабря, по-моему, делалось уже. Да, 1 декабря, совершенно верно. Поскольку органы предварительного следствия в настоящее время находятся на первоначальном этапе расследования, какие-либо подробности, кроме тех, которые изложены на официальном сайте, сейчас разглашать нецелесообразно, считаем, что, возможно, будет противоречить интересам предварительного следствия. Единственное, могу сказать, что на данных земельных участках, и действительно сказали, 43 участка, они находятся в собственности физических лиц, и по категории земельных участков, по которым они были переведены, построены индивидуальные жилые дома. Но это не коттеджный поселок Зеленая долина? Я бы сейчас не уточнял, не конкретизировал. Обязательно по итогам расследования уголовного дела, либо по каким-то значимым информационным поводам, мы обязательно выступим с официальным заявлением на сайте Следственного управления, Следственного комитета Саратской области. Действительно, у нас это уже второе уголовное дело по данному факту. Первое дело уже направлено нами в суд в отношении как раз лиц из поликлиники, одной из поликлиники города Саратов, Волжского района по данному факту. То есть сейчас у нас находится, по-моему, на стадии рассмотрения, да? Рассмотрено. А, уже рассмотрено? Да. Два дня назад. Вот. Но это, я могу сказать, что это дело в отношении этого же фигуранта. Вот. И там первоначально были эпизоды незначительные. Потому что в ходе дальнейшего расследования у нас более значительные эпизоды, и правильно вы назвали, там, период деятельности был вот этих незаконных выдачей сертификации с июня по сентябрь этого года. Вот. И сумма порядка, значит, 180 тысяч рублей. Ну, в силу того, что не все еще обстоятельства проверены, я назвать... У нас есть определенное количество лиц, которые уже нами отработаны, которые, так скажем, не совсем законно и фиктивно получали эти сертификаты. Ну, могу сказать, что, там, по-разному эти сертификаты оплачивались, от, там, тысячи до, там, пяти тысяч и больше рублей. Сейчас все эти информации проверяются. Поэтому, вот, путем арифметики вы можете для себя предположить, какое, да, какое количество лиц это могло быть. Но могу сказать, что прям однозначно сказать это сейчас нельзя. Вот, потому что не все, не вся информация проверена, потому что там цепочка достаточно длительная. Могу сказать, что в цепочке задействованы были не только жители Саратова, но и соседних регионов. Вот. Поэтому все это, так скажем, достаточно длительный процесс, как в восстановлении, так и в доказывании. Вот. Вот. Хотя, хочу сказать, что вот этот представитель медицинского учреждения, в принципе, с нами сотрудник, сотрудничает и всю необходимую информацию нам предоставляет. Вот. Но, тем не менее, процесс расследования еще не завершен. И я не исключаю, что кто-то появится еще в связке с ним, в группе действующей, потому что такие вещи проворачивают, так скажем, единолично, достаточно проблематично. Но это все перспектива расследования, закрепления доказательной базы и уже как результат предъявления многоэпизодных эпизодов преступлений или в группах лиц, или все-таки одно лицо будет нести ответственность. Пока, я говорю, тоже у нас, если из этой серии незначительное дело ушло... Когда мы его направляли, Максим Алексеевич? Мы его направили в октябре месяце. В октябре, то следом от 10 ноября уже вот новый значительный эпизод был возбужден по пятой части статьи 290. И то есть, ну, это тоже фактически у нас даже месяца не прошло с момента возбуждения вот этого более масштабного, более серьезного дела, которое вот расследуется. И я думаю, где-то тоже к концу декабря, я думаю, будут предъявлены и новые обвинения, и появятся новые обстоятельства, которые, может быть, там или соберемся, или как-то в удаленном формате мы вас проинформируем.